МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тела пяти жертв одесской трагедии 2 мая будут эксгумированы. Об этом сайту Академия сообщил прокурор Александр Бабин. По его словам, прокуратура Одесской области дала положительный ответ на соответствующий запрос Киевского бюро судмедэкспертизы. 1 июня в прокуратуре состоялось закрытое совещание с участием руководителей КП ответственных за кладбища. Цель встречи – выработать порядок эксгумации. По словам прокурора, эксгумированы будут пятеро погибших, которые имели огнестрельные и другие серьезные ранения. Это необходимо сделать для установления точных причин их смерти. А также, чтобы разоблачить фейковые видео о событиях 2 мая, которыми наводнен интернет. Вся эта ситуация возмутила представителей общественного объединения «Союз матерей», которые намерены оспаривать решения прокуратуры в суде. Как известно, жертвами столкновений, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года, остались 48 человек. Подавляющее большинство из них погибли на Куликовом поле. В Одесской области закупили материалы для гемодиализа по самой высокой цене в Украине. Как сообщает Думская НЭТ, этим сильно возмущен губернатор Максим Степанов. Председатель ОГА выразил недовольство, открывая новое отделение для гемодиализа в Белгороде-Днестровском. Цена материалов для одного сеанса, которую озвучили губернатору подчиненной, 1586 гривен. Это, по словам Степанова, самая высокая цена во всей стране. К примеру, во Львове материалы для гемодиализа закупались по цене 1368 гривен, а в Киеве по 1362. В Одессе, заявил председатель ОГА, она не должна превышать 1350 гривен. Присутствующему на мероприятии представителю поставщика Максим Степанов заявил, область не станет закупать материалы, которые будут стоить дороже. В Приморском суде Одессы не нашли оснований для отправки в СИЗО уголовного авторитета по прозвищу Вова Шушарик, чем были возмущены активисты патриотических организаций и полиция, которая задерживала подсудимого уже дважды. Как пишет Думская.нет, при обыске у Шушарика были найдены наркотики, однако их количество было недостаточно для того, чтобы говорить о том, что подозреваемый ими торговал, а правоохранители соответствующих доказательств суду не предоставили. Кроме того, Шушарик признал, что является криминальным авторитетом, и этот статус, по его словам, запрещает ему торговать наркотиками. В итоге суд пришел к выводу, максимум, что можно инкриминировать подсудимому хранение наркотиков. Наказание по этой статье менее пяти лет лишения свободы, а в таком случае процессуальный кодекс запрещает отправлять в СИЗО ранее несудимое лицо. Имевшие сожрания у Шушарика судимости погашены по срокам давности. Напомню, недавно в Приморском суде Одессы произошел инцидент, который спровоцировали активисты. Во время избрания меры пресечения для криминального авторитета Шушарика, они заблокировали здание суда, требуя отправить подсудимого в СИЗО. Но после того, как в суд приехал лидер общественной организации и переговорил тет-а-тет с судьей, авторитет Шушарик был отпущен прямо из зала суда. Приморский суд Одессы арестовал захваченный Россией флот и недвижимость компании Черноморнефтегаз в Крыму. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, арест наложен на 27 судов и 33 нежилых помещения украинской компании. Также были арестованы 4 самоподъемные буровые установки, которые оказались в руках агрессора после аннексии Крыма. Судебное решение даст Украине возможность направить соответствующие документы в Интерпол для внесения указанных объектов и судов в международный реестр разыскной базы данных. Как известно, имущество украинской компании Черноморнефтегаз, преимущественно находившееся в Крыму, было захвачено российскими военными в марте 2014 года. Субтитры создавал DimaTorzok